Песня «Столица» Песня «Столица» Те, кто не могут дойти, им оказывают помощь. Нам давали столько воды, сколько мы не могли даже выпить. Мы очень хорошо были обеспечены едой. Вся дорога была нам предоставлена безопасной совершенно. Даже вот Господь нам и погоду хорошую дал. Я думаю, что я буду еще ходить в такие крестные ходы. Я впервые на крестном ходе, поэтому для меня, мне кажется, организация очень на высоком уровне, потому что все продумано. Всегда, везде сопутствует нам вода, везде какое-то сопровождение идет, пение, скорые помощи. Все есть. То есть, ну, все, что нужно, так иди и молись. Главное – желание. Молодцы, спасибо большое. Очень-очень радостно участвовать в таком большом крестном ходе. Очень радостно. И надеюсь, что это будет хорошей традицией в нашей епархии. Будем продолжать участвовать. Хочу сказать, что это неописуемая радость. Действительно, силы на исходе, но то, как посмотришь, что люди, с какой радостью, с каким... Особенно дают силы, когда смотришь, идут женщины в возрасте, детки идут. И, конечно же, это придает и сил, и знаешь, что идешь ради чего-то, ради своих детей, ради того, чтобы молишься по дороге, чтобы, когда у кого-то есть кто-то больной, чтобы исцелились. Мы знаем, что кто-то ходит на крестный ход. Это дает великую помощь и благодать Господнюю на этом. Поэтому я очень благодарна Богу, что... Дай Бог, чтобы этот первый крестный ход в Одессе такой, чтобы он прижился, и каждый год, чтобы мы могли ходить, водить своих детей, внуков, и чтобы это прижилось у нас. И чтобы мы с Божьей помощью действительно совершали подвиги, и чтобы нас все больше и больше прибавлялось в православии. Вот, и вера наша сохранилась. Хочу поблагодарить Одесской парке, что дали такую возможность с единомышленниками пойти, пройти такой путь. Я в крестном ходу не первый раз. Я хожу в Почаевский крестный ход, который длится 7 дней. Мне было очень интересно попробовать идти целый день, почти. И в перерывах 15-20 минут отдых. И для меня это какой-то некий другой опыт, за который я благодарна. И мне довольно очень интересно. И хотела бы всем посоветовать и пожелать, чтобы они испытали вот этот дух всей Одесской парки и нашей Одесской области. Дай Бог здравит тому, кто был инициатором. И я так понимаю, что это наш шагов ангелный трополит. Дай Бог многих и благих лет. Всем организаторам организовано хорошо. Потому что я не раз был на Почаевске, на разных крестных ходах. Очень достойно. Везде пункты и воду раздают. Самочувствие, в принципе, отлично и супер. Я первый раз на крестном ходу. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что я дойду все-таки пешком до нашей цели. И большое спасибо организаторам Одесской парки и всем людям. Я оборачиваюсь назад. Столько людей, огромное количество. Просто эмоции переполняют. Честно говоря, я еще не сообразила, что я чувствую. Я очень устала, но, в принципе, очень довольна. Это первый раз, первый на крестном ходе. И я планирую, честно говоря, и дальше. Даже участвовать в таких мероприятиях. Устанавливаться не хотелось. Я хотелось идти вперед. Закончить свой начатый путь, который мы начали. Потому что, ну, это первый такой крестный ход, в котором я участвую. И, наверное, думаю, не последний. Ну, на душе очень много эмоций, которые не передать. Очень понравилось. Такая чувствуется, ну, действительно, поддержка. И чувствуешь, что Божья Матерь нам просто помогает. И рядом все организовали. И водичка, и питание очень даже все. И люди встречали все хорошо. То есть, огромное спасибо всем организаторам. Очень довольны. Ощущения очень прекрасные. Восторг. Мурашки по коже. Радость переполняет. Почему решились пойти? Ну, потому что это приятно. Это благодать. Я первый раз участвую в крестном ходе. Вообще, организованно все на высшем уровне. Нас сопровождают, если не стало лучше, чем заключенных. Передают из рук в руки. Все, организация. Спасибо Агафангелу нашему. Значит, крестный ход – это Божья благодать. Если ты участвуешь в нем, ты идешь, ты молишься. Я сюда пришла помолиться за здоровье близких. Чтобы Бог давал нам здоровье. Всего самого наилучшего. Была неуверенность. Я была неуверена, что пройду. Было страшно. Даже думала отказаться. Но потом все равно. Да, братья и сестры, нам нужно бы пропустить все машины, чтобы мы могли бы на трассу встать просветной колонной. Квадрокоптер будет. Просто, чтобы это была традиция. Все, квадрокоптер. Мы такое заснимем на памяти. Будем ждать следующего года. Хотелось бы благодарить нашего владыку, митропорита нашего Агафангела, за вот эту организацию. За то, что он возобновил вот этот крестный ход. Помоги ему, Господи. Спасение души ему. Спаси, Господи, владыка.